МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Электронный документ и оборот может стать реальностью повседневной жизни педагогов, учеников и их родителей. Речь идет об электронном дневнике. У каждого из нас свое отношение к школьному дневнику. Для кого-то это источник гордости, а для кого-то постоянного стресса. Чем станет для тех, кто сегодня учится и преподает электронный дневник, пока трудно сказать. В равной степени есть как сторонники, так и противники этой инновации. С ними и поговорим. У нас в студии муниципальный советник от партии социалистов Никита Цуркан и педагог, доктор исторических наук Борис Шаповалов. Здравствуйте! Здравствуйте! Современные технологии постепенно вытесняют многие привычные вещи из нашего быта, из нашей жизни. Правда, уже те, кто привык к гаджетам, к предметам электроники в руках, они уже как-то даже не понимают, что значит вытесняют. Я с этим родился. Тем не менее, есть такие понятия, как электронная книга, электронный кабинет, электронный турникет, электронная библиотека. Вот сейчас мы говорим, так сказать, пытаемся ввести в наш обиход и такое понятие, как электронный дневник. С одной стороны, конечно, хорошо, что прогресс не стоит на месте, двигается, техника охватывает мир, но сейчас она добралась до самого, как мне кажется, самого важного в человеческой деятельности, а именно к системе образования. И я знаю, что мы с вами сегодня встречаемся накануне слушаний, публичных слушаний в муниципальном совете. Вот темы внедрения электронного дневника в систему муниципального образования для того, чтобы оптимизировать или, может быть, как-то сократить расстояние между педагогом, учеником и родителем, может быть, оптимизировать сам процесс оценки труда и, может быть, даже поиска новой мотивации для учеников. То есть я пока гипотетизирую. Но как это работает, как это может работать и какое воздействие может воспроизвести на учебный процесс? Никита, вам сначала вопрос, как человек, который продвигает эту тему в муниципальном совете. Ну и в первую очередь я хочу сказать, что отреагировать, скажем так, на то, что вытесняет в нынешней технологии, современной вытесняет, то, что было привычно раньше. Это не вытесняет, я думаю, он делает просто технологии, он делает нашу жизнь не всегда даже проще, удобнее, скорее всего. Потому что меняется время, меняется все, мы развиваемся. И должны понимать, что если там 10 лет какие-то, 10-15 лет назад это какая-то вещь, это было нормально, что мы не могли представить себе, что мы можем просто тыкать в экран и в телефоне перелистывать, смотреть какие-то видео, не знаю, то есть заходить с телефона для того, чтобы купить билет, купить вещи. Мы все сейчас можем сделать через гаджет. И на самом деле это очень, на мой взгляд, помогает. Та же самая история с электронным дневником, электронным журналом классным. На мой взгляд, это не вред. Это то, что должно приносить, во-первых, пользу как обществу, так и учителям, и всем участникам образовательного процесса, начиная от учеников, учителей, классных руководителей, родителей и так далее. Это очень, на мой взгляд, это важно, потому что я тот человек, который, скажем так, я видел, как это работает, и я знаю, как это работает. Потому что у меня сестра моя младшая, она учится в школе, где есть электронный дневник, где есть электронный журнал, где, когда она приходит в школу, она прикладывает определенного рода карточку к специальному терминалу, и моей маме приходит смс, что сестра зашла в школу. Она заходит в школу, ну, то есть это не в Молдове. Сестра заходит в столовую, и моя мама может ставить ей блок на определенные продукты, чтобы она их не может просто купить, и система не дает разрешения. Когда сестра выходит из школы, приходит смс, что она вышла, и рассчитывает примерный путь, сколько надо дойти до дома. Это на самом деле очень важные вещи, потому что мы, ну, то есть, когда особенно дети идут в начальной школе учиться, это важно, чтобы ребенок дошел до школы сам, что ты знаешь, примерно, сколько времени занимаешь, чтобы ты не переживал и думал, где ребенок, а он вышел со школы, а не вышел, и мы знаем, как у нас это в школах происходит, что сидит, если повезет, что есть какой-то сторож или охранник, который знает детей, который знает, во сколько ребенок вышел, и вышел ли он в принципе. А в большинстве случаев непонятно же, что происходит с ребенком. Вот он зашел в школу, ты не знаешь, пришел, не пришел. Это та же история с ним. Ну, то есть, тут можно бесконечно говорить по поводу того, что когда дети, я сам учился, и все мы учили в школе, и знаем, как ты приходишь, получил плохую оценку, ты можешь не показывать дневник, ты можешь что-то придумать с дневником, ты можешь... Мы все подтирали, мне кажется, какие-то там оценки, подтирали, изменяли. Да, и двойку в пятерку, и девицу в четверку. Были очень много историй, когда ты забыл дневник, когда получил плохую оценку, вот резко ты забыл дневник, там прятали его, когда ты забыл записать домашнее задание, когда ты должен звонить, я не знаю, всем вокруг, чтобы узнать, что тебе задали. А тут у тебя есть у преподавателя, это упрощение классному проводителю работы, потому что у нее есть система, где она просто сама написала задание, что там, например, завтра по математике надо сделать, и указала примеры, и всем автоматически приходит уведомление о том, что надо сделать, какое есть задание. И она не должна заполнять, собирать дневники, вот это вот... Ну, то есть куча всего есть. Вот возникает такой вот вопрос, а смысл тогда посещения школьного заведения? То есть можно дома вот так вот работать, и к чему это может привести? Вот, может быть, неужели настанет время, когда ученику не понадобится живое общение с педагогом? Не случится ли так? На мой взгляд, есть куча примеров. То есть не отменяет ли это школы? Да нет, это не отменяет школы. Это дополнительный какой-то, на мой взгляд, это дополнительная компонента, которая она не замещает, не вытесняет, она просто делает что-то лучше, она делает работу лучше. В условиях, в которых мы сегодня живем, в 21 веке, в веке технологий, которые развиваются стремительно, что сегодня это одно, а через неделю это будет уже по-другому, это нормальная практика. И мы сейчас говорим, что самое важное в этом всем, то есть в проекте, который пилотном, о котором мы будем завтра говорить на публичнох слушаниях, о котором мы обсуждаем сейчас, мы говорим только про муниципе Кишинев. Мы все прекрасно понимаем, что должен пройти процесс, и для того, чтобы надо опробовать, посмотреть, какие есть плюсы и минусы в этой системе в Кишиневе на нескольких школах, которые позволяют внедрить на сегодняшний день этот проект. Мы никого заставлять это не будем. Есть директора, с которыми мы общались, которые готовы это делать у себя. Есть школы, которые уже давно это делают. И Министерство образования, просвещения, я не знаю сейчас, как оно там, меняется каждые полгода название, совмещаются, разъединяются, непонятно, что там происходит. Они же пробовали это делать. То есть я тут, мне не дадут здесь соврать. Они пробовали, они споткнулись, но не хотели делать ничего дальше, потому что это была реформа и серия, то есть это был проект министерский. Они поставили галочку, что они попробовали, но все. Но вот не пошло, что-то где-то столкнулись, какой-то проблемой, они не захотели решать, они просто ее убрали куда-то в долгий ящик и все, и на этом закончилось. Ну, примерно вот то, что вы сказали, я отчасти услышал и в своей работе увидел. Ну, мы все знакомы с таким понятием, как Google Doc, да, куда определенное количество людей вовлечены в общий документооборот. И это где-то, наверное, сродни электронному дневнику или нет? Ну, условно говоря. Есть разные системы, абсолютно. Есть система, где зависит от программы, от тех людей, которые пишут это приложение, этот софт. То есть есть какие-то программы, которые позволяют тебе проверять оценки своего ребенка, например, через телефон, через приложение. Ну, то есть есть системы, которые позволяют обмениваться личными сообщениями со своими одноклассниками или с преподавателями, ну, то есть с классными руководителями, там, или с любым. Выбираешь любого учителя, который преподает у твоего ребенка, и ты пишешь ему сообщение, какая-то там, какая-то маленькая соцсеть. Абсолютно разные есть примеры, и их куча. У нас в студии педагог со стажем, человек, который не понаслышке знает, что такое педагогика и с какими трудностями сегодня сталкиваются молдавские учителя. Ну, любая инновация, это и подводные камни, это плюсы и минусы. Борис, ну вот на ваш взгляд, вот эта инновация, таким условным названием электронный дневник, что в ней положительного и что в ней отрицательного? Что вы больше в этом всем усматриваете? Можно я задам сначала два вопроса Никите, для того, чтобы все-таки понять суть вопроса? Я не против, Никита уже... Что предлагается? Во-первых, первое, кто и когда это будет делать? Второе, я хочу услышать, зачем это нужно ученику, учителю и родителю? Я могу? Да. Первое, у нас есть в муниципе ведомство, которое называется управление образования, молодежи, спорта. И там работают люди, которые, в принципе, и должны этим заниматься. То есть, наблюдать и внедрять какие-то вещи, которые принимаются на муниципальном уровне, какие-то муниципальные программы, проекты и так далее. Это первое. Второй момент, конечно же, это будет внедряться руководством школы. То есть, есть директор, есть зауч, который это делает. И с самими преподавателями, учителями, которые... То есть, все, скажем так, точки, через которые проходит образовательный процесс, кто вовлечен, все будут участвовать в этом проекте. Первое. Когда? Ну, давайте я отвечу на второй вопрос, и потом мы будем дополнительно. Второй вопрос, зачем это нужно ученику, учителю и родителю, я уже частично ответил. Во-первых, это просто для ученика, когда тебе не надо с собой тащить. Я просто... Ну, то есть, вы преподаватель в школе, учитель, вы видите это. Мне иногда жалко первокласса, которые там и первый, и второй класс, и деток постарше, которые идут в школу, особенно в пятом классе. Мне кажется, они все выходят со сколиозом потом, потому что это нереальное количество учебников, которые они с собой носят. Это постоянно, у них какие-то громадные, вот такие вот, идет маленький ребенок, которому там 8 лет, и вот такой огроменный рюкзак сзади него, да, потому что каждый раз что-то увеличивается, и это все происходит. Я к чему это говорю? К тому, что тебе не надо с собой каждый раз таскать дневник. Тебе не надо каждый раз... Нет, ну, я же, я понимаю, ваш сарказм. Какое отношение имеет дневник к сколиозу и к тяжелому языку? Я вам говорю, это в общем контексте я просто упомянул. Говорю вам о том, что... Вот давайте все-таки будем говорить конкретно. Мы говорим о дневнике и журнале, потому что, если мы говорим о дневнике, это два документа. Дневник не может заполняться без журнала. То есть, речь идет уже о двух электронных документах, а не об одном. Окей, два электронных документа. Я вам объясняю, да, продолжаю вам объяснять. Вы как-то агрессивно настроены. Ну, я настроен, потому что я ваш оппонент. Защиты интересов педагогов. Я защищаю учителя, задолбанного и загруженного, и на которого хотят повесить еще что-то. Поэтому я хочу услышать, как педагог, практик, сегодня работающий, с детьми от 5 до 12 класса, 27 часов в неделю, что это мне даст, как учителю, что я узнаю нового, обученики, что это даст родителю, с которым я общаюсь каждый день, и что это даст тому ребенку, который прекрасно знает себя. Прекрасно. Я понял вопрос с первого раза. Давайте, повторяю, начинаем вам дальше говорить. О том, что ребенок, во-первых, ему не надо теперь будет, когда этот проект будет внедрен, ребенку не надо будет сидеть и судорожно вспоминать, взял он дневник с собой, не взял он дневник. Когда ребенок, не дай бог, заболеет, ему не надо обзванивать половину своего класса, писать им куда-то и узнавать, что задали, потому что его не было дома. Вернее, он был дома, его не было в школе. Он не исключен из процесса, он знает, что происходит, ему ничего не надо, потому что ему в какой-то момент просто приходит в программу, в приложение, то, что учитель написал, что домашнее задание, что ему надо сделать. Это второй плюс. Третий плюс, если мы говорим сейчас о родителе, родитель знает, какая оценка, сразу же онлайн, как только учитель ставит оценку в журнал, сразу же эта оценка появляется в приложении. И отец снимает ремень. И человек знает, что вот такая вот оценка появилась. Родитель знает, что ребенку задали, что не бывает вот этих знаменитых историй про то, что нам сегодня ничего не задали. Ребенок и родитель знают, вдруг, если происходит какая-то ситуация, что ребенку там, не знаю, отменили урок, или что он, ребенок раньше освободился. Об этом тоже знает родитель. И система работает таким образом, что родитель практически всегда знает, что происходит с его ребенком в момент, когда он проходит в школе. Он знает, какие уроки у него были. Он знает, что ему задали. Он знает, то есть появляется какой-то родитель и начинает в том числе участвовать в образовании своего ребенка. Это важно. В момент, когда у тебя есть дневник, я знаю, я учился в школе, я знаю, как это происходит. Я не всегда записывал правильно, не всегда ты успевал записывать, что тебе надо делать. То же самое у учителя. Какие плюсы? У учителя в журнале перед тобой есть электронное панно. Плюс, который, опять же, это для всех, тоже домашнее задание. Не надо диктовать 15 тысяч раз и переживать за то, что там кто-то запомнит, кто-то забудет, не знаю, что успеет, захочет, не захочет. Ты сам вписываешь в определенную форму то, что надо сделать. Эта форма автоматически появляется у всех. Тебе надо сделать какое-то объявление, надо сделать замечание, которое увидят родители. Не переживать о том, что там ребенок вырвет листок или не знает, что что-то сделает. То же самое, ты пишешь напрямую в системе родителю или пишешь какому-то ученику, пишешь замечание, которое ты должен сделать. И все, тебе не надо собирать все дневники. Как это я помню, делалось, я не знаю, делается ли это сейчас в школах. Я помню, у нас раз в неделю собирали у всех дневники, нам выставляли оценки, которые у нас, это колоссальный труд преподавателя. Он сидит, просто убивает свой день, за всю неделю оценки выписывает, выписывает поведение и проверяет твой дневник. Зачем? У тебя есть система, в которой ты делаешь клик, и это автоматически рассылается табель успеваемости всем. И он высылается, что самое важное, он же не высылается чужим людям. Чужие люди-то не видят, что это происходит. Нет никакого нарушения, никто не знает, что кто друг другу поставил. Я помню, две секунды. У ученика, у родителя будут свои коды доступа к этой системе. И мы сейчас не обсуждаем технический момент. Это важный момент. Но вы по образованию под две секунды. Вы же учитель, я технарь. Речь идет о личной информации. Дайте мне закончить сначала, а потом вы же перебиваете, не дайте мне закончить. Я говорю вам о том, что в момент, когда я помню, я учился в школе, открывался журнал, когда был доступ в журнал, а такое бывало зачастую, когда учитель уходил, куда-то оставался журнал. И мы сидели, смотрели, у кого какие оценки. И начинались, я помню, мы там ругались, почему тебе там столько-то, почему ты там не ответил, а тебе преподаватель поставил так-то, а тебе ответил, а тебе так-то. Ты же не сидел с дневниками, не бегали, не сравнивали. По журналу все смотрели, у кого какие оценки. В момент, по поводу технических аспектов, я по образованию кандидат технических наук в IT. И я знаю, как это работает. Если я сейчас начну разговаривать с вами в технических аспектах, мы будем уходить, как это делается, на каком языке программирования это писать, как приложение. Меня это не интересует, когда это будет делаться. Не, ну вы задали уже 4 вопроса. Только что вы задали вопрос. Вы же задали вопрос. Я ответил на все ваши вопросы. Отвечаю на последний. Отвечаю на последний вопрос, который мне только что задали. Когда нарушение. Вы задали вопрос. Когда это было в начале. Сейчас вы задали вопрос о том, нарушаются ли персональные данные. Я вам задаю вопрос. Я могу доказать, что вы нарушаете, заполняя дневник и журнал больше персональных данных, чем это будет в системе. Потому что в каждом журнале, в конце журнала зачастую есть строка, где работают родители, адрес каждого ребенка и номер телефона. Это открытая защита персональных данных, потому что у любого человека есть доступ к этому журналу. Не только учеников, которые учатся в классе, а у всей школы. И даже бывает, что вне школы. В тот момент, когда у вас есть система, никто не может получить без доступа к системе. Вы ничего не получите, вы не узнаете. Я не могу зайти, например, к детям Станислава и посмотреть, какие у них оценки были за вчера. Потому что у меня нет доступа. Это не мое дело, как родителя своего ребенка. Это не мое дело, какие оценки получил другой ребенок. У него есть свои родители, которые за этим следят. Момент, когда? Мы сейчас говорим о том, чтобы на будущий год выбрать несколько школ, учебный год 2018-2019, выбрать несколько школ, которые пойдут пилотным проектом. Для чего это делается? Во-первых, для чего делается публичное слушание? Для того, чтобы обсудить все плюсы и минусы. Это первый момент. Второй момент. Мы приглашаем людей, которые преподавать, учителей и директоров школ, где уже внедрены эти системы, где они работают, для того, чтобы они поделились опытом и рассказали, что не все так плохо, что не надо воспринимать все в штыки. Это нормально, это удобно и вы поймете почему. Третий момент. Мы приглашаем экспертов, у которых есть опыт внедрения подобных проектов за границей. И четвертый момент. Мы приглашаем, конечно же, людей, которые это все будут разрабатывать. Для чего? Для того, чтобы они услышали все пожелания, наказы, скажем так, и проблемы, с которыми сталкиваются учителя при заполнении журналов, чтобы максимально упростить их работу при заполнении электронных журналов и работы с электронными дневниками. Это правильно. Важно, чтобы все стороны друг друга слышали. Помимо этого, мы приглашаем еще родительские комитеты. И с родительскими комитетами вообще уникальный разговор у меня произошел. Мы с ними общались и люди говорят, когда они сначала восприняли в штыки, начали говорить, что нет, вот так же, что я никак, мы теперь все будут знать, что мой ребенок, какие оценки получил, мы зайдем в систему и у всех будет доступ. Я задал один простой вопрос. У вас есть чат в школе, класса? Да. Я говорю, а где у вас чат? В вайбере. Я говорю, теоретически я могу добавить любого человека в этот чат. Да? Да. Я говорю, вы даже не узнаете. Ну, в принципе, да. Я говорю, а система-то не меняется. Вам просто ваш чат в вайбере, где вы общаетесь, он дополняется тем, что вы еще можете помимо общения еще можете посмотреть, что ваш ребенок получил в школе. Какое замечание он получил, что у него происходит, какие предметы у него завтра, какие у него завтра уроки, что он должен выполнить на завтра и напомнить ребенку еще раз собрать с собой сумку спортивную, потому что завтра у него физкультура, два урока. Вот, вот этот момент. Я так не услышал. Борис, в чем удалось убедить вас? Нет, я не услышал ответ на вопрос, когда учитель это будет делать. Вы, значит, не расслышали, я повторю еще раз, на будущее 2018? На уроке или после урока. Что, когда? Учитель будет заполнять. Вы задаете абстрактный вопрос, когда? Что, когда? Спросите конкретно. Я спросил с самого начала и жду ответа. Я слышу очень много умных, хороших слов. Да, когда учитель это будет делать? На уроке или после урока? У учителей есть время, когда они заполняют журнал и дневник, который сейчас существует. Правильно? Нет, нет, нет. Две секунды. Две секунды. Мне просто интересно. У него же есть... Когда вы заполняете журнал? Я услышал ваш ответ, я сейчас расскажу. Но я ничего не ответил. Когда вы заполняете журнал? Я вас спросил. Я еще раз спрашиваю. Вы что предлагаете? Ну так, мы играем с вами. Я же не на допросе. Я вам задаю вопрос. Я понял. Теперь я могу... Так, я хочу услышать вас. Давайте послушаем мнение, Борис. Давайте начнем с самого начала. Когда мы говорим о школе, Никит, давайте четко определимся. Мы не говорим о воспитателе детского садика, мы не говорим о преподавателе высшего учебного заведения, мы говорим об учителе. Это совершенно разные преподаватели, которые работают в разных учебных заведениях. Второе. Я не ретроград. Я вполне современный человек. Пользуюсь компьютером, пользуюсь мобильным телефоном, пользуюсь всем необходимым, использую технические средства обучения на каждом уроке, чем не отличаюсь в какой-то степени от некоторых коллег по цеху. Я прекрасно понимаю, что это необходимо, наверное, что это очень хорошее дело, что это очень нужное дело, что это очень перспективное дело, если оно будет в государственной системе одинаково для всех. Если это не будет вызывать дополнительную нагрузку на педагога, который сегодня загружен массой несвойственных для него функций, которые на него накладывает государство, которое к учителю подходит со стороны того, что это учитель, бывший, как в Советском Союзе, а живем мы и работаем в капитализме. И когда к нам приходит родитель, который работает на какой-то работе, он прекрасно знает, что его рабочее время, его какие-то функции оплачиваются. А у нас привыкли, что учитель должен ходить по поддома, извините, собирать, я об этом чуть-чуть позже скажу о наших проблемах, да, вот кто где учится, когда, сдавать всякую информацию, вникать в личные проблемы семьи, составлять списки малоимущих, кому нужно оказать помощь и так далее, хотя у нас есть Министерство социального обеспечения, у нас есть социальные службы и так далее и тому подобное. Вот, я не против этого, если это соответствует государственным установкам и то, что должен делать учитель. А если это просто предложение какое-то, вот мы хотели бы попробовать и нагрузить учителя от такой-то школы, чтобы он этим занимался, заполняя государственные журналы, государственные дневники, введя государственную документацию, давайте еще сделаем электронный вариант, потому что никто не будет отменять государственные стандарты, бумажные, носители. Но на момент работы пилотного проекта? Нет, никто не отменит его ни на пилотный проект, ни на какой проект, потому что правила в министерстве одни и те же. Тем более, по оценкам, давайте будем говорить, у нас существует электронная база оценок министерства, я очень сожалею, что люди, которые поднимают этот вопрос, этого не знают, где есть оценки по каждому ученику, по каждому семестру, по каждому предмету, по каждому окончанию учебного года. И вы, они у вас в свободном доступе? Нет, они не в свободном доступе, потому что это личная информация, она не может быть в свободном доступе к этой информации. Можно я договорю? Вы же меня перебивали, 75 лет хранится журнал, давайте это вспомним. Хорошо, правильно хранится. Теперь следующее. К этой информации имеет доступ только персонально классный руководитель в определенные дни календарного года, там в течение недели или 10 дней, очень жестко, по персональному доступу, и он отвечает за сохранность и за целостность и правильных этих данных, неся персональную и личную ответственность как государственный работник. Больше ни одно лицо к этой государственной базе оценок не имеет доступа, и, наверное, это разумно и правильно. Вот, это то, что у нас на сегодняшний день существует. Поэтому нам, педагогам, с точки зрения знания оценок, нет необходимости. Мы их знаем, у нас у каждого есть свой отчет, в котором есть вот такой один листик. Так это родителям надо, вам зачем это? И давайте со всеми разберем, сейчас до родителей дойдем. Со всеми оценками каждого ученика, как семестровыми, так и годовыми, причем из года в год, и в этой информации мы не нуждаемся, мы ей прекрасно владеем. С точки зрения ученика, ученик прекрасно знает свои оценки, он знает, что он сегодня получил, он знает, что он получил месяц назад и как он учился в прошлом году. То есть для ученика это никакой новой информации, электронный журнал, подчеркиваю, мы говорим об электронном журнале и об электронном дневнике. Все остальное, все эти вопросы, родители знают, все остальное, это нас не интересует. Это проблема родителя, контролировать своего ребенка, он его родил. Но это неправильно так рассуждать. Подождите, подождите, вот когда люди вот эти вещи говорят, это значит говорят люди, которые полностью не понимают, чего должен делать учитель, школе. Ну откуда вы знаете, что волнует? Ну дайте я договорю. Нет, это важно, почему? Значит, спецификатор. А как вы можете говорить, что волнует родителя? Меня не интересует, что делает ребенок после 15.00. А родители интересуют? Нет, это проблема родителя. И родители, почему? Вы сейчас себя превозносите на какой-то уровень, что все крутится вокруг вас. Нет, все крутится вокруг ребенка, который учится в школе. Подождите, это личное время и частная жизнь ребенка и его родителя. И я не имею права в нее вмешиваться и контролировать. Все, точка. Точно как родителя и ребенка не интересуют мое личное время, куда я пошел после окончания своего рабочего дня и чем я занимаюсь. Это моя частная и личная жизнь. Теперь давайте вернемся к следующему вопросу. Я еще раз говорю, я не против, если будут упразднены государственные требования и стандарты. И если у всех будет электронный дневник и электронный журнал. Но для этого учитель должен иметь персональный компьютер, государственный компьютер. Я нахожусь на государственной работе. В учительской возрасте. Подождите, персональный компьютер. Я не случайно задал вам вопрос, когда я как учитель. Вы сказали, что у вас есть смартфон. Никита, подождите, это мой личный смартфон. Он никакого отношения не имеет к государственной работе. Я должен, когда прихожу на работу, требовать от премарии, чтобы мне выдали личный телефон. Конечно же, это обязанность... А вы готовы со своих налогов оплачивать мне мою нужду? Подождите, подождите. Это обязанность работодателя. Обеспечить работника рабочим местом, необходимым инвентарем, инструментом и так далее. Когда строитель приходит на стройку, ему выдают каску, перчатки, рабочую спецовку, инструменты. И он работает. Когда учитель приходит в школу, ему выдают рабочий стол, программу, куррикулум, учебники в библиотеке. И он осуществляет... Несколько в учительской, это рабочая зона учителя, там есть компьютер. И он осуществляет свою деятельность. Теперь, следующий вопрос. Я еще раз говорю, вот эти вопросы поднимают просто люди, которые не знают специфику учительского труда. Главная задача учителя, это дача новых знаний, обучение этого учащихся. Даже не воспитательные функции. Воспитательные функции, это функция родителей. Они за это отвечают по конституции. А задача преподавателя средней школы, дать базовый объем знаний и подготовить человека с точки зрения гражданина этого государства. Все, точка. Это все обозначено в конституции, это все обозначено в законе об образовании. Мы сейчас базируемся на конституции или на что? Значит, учитель... Нет, давайте так. Учитель, что делает на работе? Главное, он дает уроки. Он готовится к этим урокам. Он, как классный руководитель, контролирует успеваемость и посещаемость учащихся. Прекрасно без электронного дневника справляется. А с электронным дневником и с электронным журналом родитель знает сразу же, в эту же секунду, когда его ребенок не пришел на урок. Он осуществляет подготовку мероприятий, конкурсы, классные часы. В чем плохо, когда родитель онлайн знает, что происходит с его ребенком и что его ребенок, например, не пришел в школу в тот момент, когда у него появляется... Я отвечу на ваш вопрос. Классные часы, экскурсии и другое. А зачем вы это сейчас рассказываете? Он работает... А чтобы вы понимали, что делает учитель? Да я прекрасно понимаю это все. Он работает с родителями, он может находиться с ними постоянно, и он находится, если это классный руководитель в повседневном режиме, в контакте с родителями. Вы не можете говорить за все, за всех. Какими способами, это уже другое дело. Надо это сегодня или нет. То есть он работает с родителем, он занимается вне классной работой по предмету, это кружки, это олимпиады, это подготовка детей к каким-то конкурсам, олимпиадам и так далее. Он, учитель русского, математики, иностранных языков и прочих предметов, там где есть письменные работы, ежедневно проверяет работы, да, особенно начальная школа, это рабы педагогического труда. То есть они проверяют тетради, готовят тесты, готовят контрольные работы. Все это в рамках трудового законодательства. 7 часов в неделю, 5 рабочих дней, 5 у 7, 35 рабочих дней. На сегодняшний момент я как педагог с 35-летним стажем, в системе образования я работаю очень давно, более 20 лет я управлял двумя элитными лицеями, и поэтому я прекрасно знаю, о чем я говорю, да. Как правило, учитель тратит на подготовку еще приблизительно столько же времени, помимо этого рабочего времени. Вот я педагог, я вам сказал, с каким стажем. У меня высшая детектическая категория, я доктор наук, я генерал в области образования с точки зрения социального статуса и заработной платы. Так никто, ваши заслуги сейчас не применьшает. Но, а я не говорю об этом, я говорю к тому, что у меня сегодня 27 часов нагрузки. Я вам не говорю о том, что... Никита, услышьте меня до конца. Да я слышал этот вопрос. Я не случайно задал вопрос, когда. Нет, вы не понимаете. Мы не обсуждаем проблему, мы сейчас, я выслушиваю о том, и вместе со Станиславом, о том, что у вас есть кандидатская степень. Замечательно, вы о своей кандидатской тоже сказали. Я понял, в принципе, вопрос не в этом. Итак, так вот смотрите, у меня 27... Дайте мне договорить. Так мы сейчас обсуждаем не то, что... Давайте закончим мы с Борисом, и мы продолжим наш разговор. Извините, я практический учитель, Никита. У меня 27 уроков. Для меня я не случайно сказал... Да, конечно. 27 часов в неделю, это полторы ставки, потому что ставка учителя 18 часов. Значит, полторы ставки, 27 уроков, да, в неделю. Соответственно, мне с моим стажем... Я не случайно об этом сказал, я не хвалил. Я говорю честно, и вот учителя меня сейчас поймут. Мне с моим стажем, для того, чтобы завтра у меня 5 уроков, 5 новых тем, нужно плюс дополнительно 5 часов подготовиться. Мне с моим стажем. А начинающему педагогу нужно гораздо больше. Это та правда, реальность. Поэтому мы работаем не 7 часов в день, а мы работаем где-то 10-12 часов. У вас же не меняется каждую неделю, вернее, каждый год у вас не меняется практически тот информацию. Я просто не знаю, какой вы предмет преподаете. Значит, у нас меняется. Какой предмет? Мы уже работаем по пятому учебнику. По гражданскому воспитанию они менялись у нас в три раза. Но добавляются какие-то исторические факты? Сегодня, да, конечно, об оккупации Республики Молдова с Советским Союзом и прочей вещи. Мы сейчас не про политику. Значит, добавляются источки зрения курикулума и так далее. Сегодня наше министерство пересматривает курикулум 18-19 год. И с 19-го года у нас начинаются опять новые учебники, которые вводятся. Новое содержание, новая подготовка учебника и так далее. В математике меняются правила? Сейчас все по-другому. Да, конечно, у нас... Сейчас можно делить на ноль. У нас в молдавской математике ноль – это одно число, а в российской математике совершенно другое. Я понял, в чем главная проблема. Теперь следующее. Когда? Вот я, как учитель, имею два государственных документа. Журнал. И я имею документ дневники учащихся. Я заполняю их во время урока. Никита даже не знает, когда это заполняется. Вот пришел класс, я на перемене или в начале урока записал. А вы можете со 100% уверенностью еще сказать, что все заполняют... И после того, как я провел урок, я выставил колоночку оценок и кому я выставил. То есть это не требуется дополнительного времени. Обязательно, пожалуйста. Все 100% учителей заполняют журнал и дневники на уроке? На уроке или на перемене? Нет, все 100% учителей. Да, практически. А если я вам докажу сейчас обратное? Что? Что не все 100% заполняют. Что учитель на уроке не поставил оценки? Нет, что он не заполнил журнал. Он подлежит увольнению, он не функциональный. Он не выполняет свои функции. Да, конечно. То есть все поголовно предложены заполнить журнал, домашнее задание, заполнить полностью всю документацию по журналу на уроке? Конечно. И объяснить ребенку домашнее задание, как оно выполняется. У вас какой-то, видимо, другой... Да нет, это просто педагогика, школы. Это не высшее образование, это не детский сад. Да, при чем здесь высшее образование или детский сад? Урок делится на три части. Первая часть, Никита, проверка домашнего задания. Я безумно благодарен своим учителям. Вторая часть, объяснение новой темы. За то, что они дали то, что они дали то, что они дали. Друзья, давайте не помню, я сейчас базар. Вопрос сейчас в другом. Вы абсолютно не хотите принимать то, что что-то может измениться? Да нет, я сказал, я за, ну дайте мне компьютеры, снимите государственные журналы. Так это не работает. Вы понимаете, что любое нововведение, которое происходит, ваш телефон мобильный, которым вы пользуетесь, он не работал, он не появился сразу. Мы не сразу стали пользоваться все айфонами. Никита, я согласен, но любой труд оплачивается. Вы с этим согласны или нет? Какие шишки? Так что мы вас сейчас не заставляем, услышьте меня, мы не заставляем вас конкретно, ваш лицей или вашу школу сейчас насильно принимать данные, заходить в этот проект и становиться его частью. Слушайте меня до конца, это важно. Мы собираем сейчас преподавателей. У нас будет отдельный диалог с директорами школ, с преподавательскими составами, о которых мы будем примерно то же самое обсуждать, что мы обсудим на публичных слушаниях. И мы предложим директорам школ, друзья наши, если вы хотите, мы вам поможем. Мы с точки зрения муниципального совета будем делать все для того, чтобы вам помочь. С точки зрения технической оснащения, с вами постоянно будет на связи человек, который разрабатывал это приложение, который подскажет, как что делать. Он вас научит бесплатно, не надо ничего делать. Вам придет человек, который если надо, мы привезем экспертов, которые объяснят, где надо расставить правильно моменты какие-то при заполнении журнала, как облегчить свой труд и как правильно расставить это все. Зачем мне заполнять два документа? Да вам, может быть, и не надо заполнять. Я же вам говорю, мы будем разговаривать с теми лицеями, с теми преподавателями, которые сейчас готовы войти в этот пилотный проект. Я еще раз... Заслушайте меня. Человек будет два документа заполнять или нет? Для того, чтобы отточить эту систему... Человек будет заполнять два документа. Какой это? Журнал бумажный и электронный. Хорошо, коллеги, смотрите, я вижу, что... Дневник электронный и бумажный. Это два документа, это дополнительное время в работе учителя, вместо того, чтобы он занимался своим трудом, готовился к урокам, на следующий день и квалифицированно преподавал вашим детям. Понимаете? А вы хотите, чтобы учитель занимался ерундой, которая ему не нужна абсолютно. Но я же не называл вашу работу ерундой. Почему вы мою работу позволяете себе называть ерундой? А я не считаю это работой. Это очень неправильное предложение. Очень жаль. Я очень мягко говорю. Очень жаль. Это ваше мнение. Я считаю неправильным то, что вы говорите. Это мнение профессионала. А я не могу оценить, что вы профессионал. Как я оценив, что вы профессионал или нет? Мы сейчас перейдем в несколько минут. Ну, то же самое я могу сказать. Давайте сделать следующий вопрос. Я вас сам и могу искать. Я вас забыл и очень внимательно слушал. Теперь следующее. Вот скажите мне, а зачем вот это вся теперь дневник электронный? Мы этот вопрос задавали, Борис. Давайте я свою версию ответа. Можно я отвечу? Ну, давайте. Так вы задаете вопрос и сами на него отвечаете? Ну, так вы уже ответили на этот вопрос. Для родителя. Что эта информация дает новое? Родитель находится на постоянной связи с классным руководителем. Ученик сегодня не пришел. После первого урока классный руководитель звонит. А вообще-то нормальный родитель должен позвонить и сказать, вот сегодня Сева, Коля, Маша заболела, он не будет. И причиной его отсутствия. Ненормальному родителю, безответственному классный руководитель звонит после первого урока. Такова система у всех учебных заведений города Кишинева. Потому что после второго урока мы даем данные в департамент образования об отсутствующих на сегодняшний день. Вы сейчас лукавите на телевидении. Вы говорите, что везде так. Нет, не везде так. Не все учителя звонят. Если в какой-то школе есть бардак, это проблема той школы. Я в плохих школах не работал. Да мы сейчас не говорим про вас, мы говорим о системе. Я в плохих школах не работал. Мы же не пришли сюда со Стасом на программу, чтобы выслушивать о том, в каких школах вы работали, а в каких нет. Есть, опять-таки, контакт классного руководителя с родителем. То есть для родителя это абсолютно не новая информация. Понимаете? Но самый главный вопрос во всей этой системе заключается в следующем. Вы понимаете, вы очень правильно, Никит, сказали, что да, вот есть бумажный журнал, в который дети могут заглянуть. Они это делают, конечно же, переносят из класса в класс этот документ. Могут посмотреть адрес. Это не секрет для одноклассников и так далее. То есть информацию сегодня можно получить где угодно, не обязательно в школе. Излишне открыто. Ребенка, да. Это закон. Вот. И здесь получается следующее. Система, как она будет работать, система доступа. То есть то, о чем вы говорите. С моей точки зрения, вот вы родитель, он родитель, Станислав, и я родитель. То есть в этой системе я не должен видеть оценки вашего ребенка. Вы не будете видеть оценки моего ребенка. И то, что я буду писать про этого ребенка, будет соответственно. Значит, этот учитель, который будет выставлять, он должен еще будет знать коды доступа 30 детей. Нет, нет, что вы говорите. Вы не понимаете систему. Но вы не понимаете принцип системы. Почему вы утверждаете? Я вообще не вижу, зачем она нужна. Ну так если вы не понимаете, зачем вы говорите какие-то вещи, которые вы не понимаете. Борис, позвольте мне с Никитой кое-что сказать. Да, давайте. Вы, Никита, позвольте мне кое-что сказать. Что я увижу? Я вижу, так сказать, человека, который заинтересован в реализации этой инновации. И я вижу в лице вас человека, который говорит с болью за класс своих коллег, за педагогов, которые сейчас получают минимальные зарплаты за огромный объем работы. И я вижу опасения, в принципе, того, что это еще больше усилит нагрузку на этих педагогов. Понятно, что любая инновация не может быть внедрена без определенного, будем говорить, проката этой инновации. То есть без реализации пилотного проекта. Это мы сейчас и предлагаем. С одной стороны, и эти публичные слушания, как мне кажется, призваны именно снять ту зависимость от излишней работы педагогов в процессе реализации этого проекта. Я разделяю ваши опасения и разделяю боль за педагогов, потому что в моей биографии есть годы работы учителем. И я вам скажу тоже, чтобы получать достойную зарплату, мне приходилось работать одновременно в 4-х, 6-х, 9-х, 10-х классах. Это бешеная подготовка. Да, и это нужно, я понимал, что при том, что был молод, и чтобы подготовиться до 3-х часов ночи, штудировал эти учебники, до 3-х часов ночи, потом в 6 утра надо было встать. До 3-х часов ночи. Понимаю. Я думаете, я этого не понимаю. Давайте еще полтора часа на электронный день добавим. Но я хочу сказать, что, например, я вижу в этой системе некоторое облегчение, например, я понимал, сколько мне надо было чего-то заполнить, но я вижу, что я могу онлайн и одновременно в процессе урока сразу выступить одному конкретному ребенку и даже несколько оценок в течение урока, в течение 45 минут за выполнение домашнего задания, за отвеченный вопрос, за какой-то тест. И я уже вижу, что эти оценки уже родители будут известны. И я знаю прекрасно, в моем классе, может быть, у меня были самые разные родители, ну, родители моих детей, которым я преподавал. Не знаю, насколько я был хорошим учителем, но, например, те дети, которые учились у меня и которых я выпускал, они до сих пор, мы каждый вот уже на протяжении, уже за 40 лет этим выпускникам, мы с ними встречаемся в дни встречи выпускников, и не только, когда у них какие-то семейные мероприятия, меня зовут. Я хочу сказать, разные были родители. Были родители, которые внимательно следили за моей личностью, за моей деятельностью как педагога. И они указывали, какие ушибки детей я пропускал. Были родители, которым, ну, вы знаете, абсолютно все равно, что там делает этот, что их сын или там дочь делает на уроках. И в данном случае ответственность перекладывалась на педагога в силу того, что он якобы не сообщил, не достучался. А я, внося информацию в электронном виде, с меня снимается нагрузка. Родитель не мог не получить и не увидеть этот сигнал. Еще один момент очень важный. Когда я учился в школе, мои родители оба работали. Они не то, что не хотели мной заниматься. У них не было времени. И так в большинстве семей. Я не говорю, что все плохо. Вы хотите, чтобы вашим медитинам занимался учитель? Нет. Чужой человек. Ну, вы делаете выводы, даже не дослушав. Я слышу, что родитель хочет переложить ответственность за... Вы можете проявить уважение и просто дослушать. Борис, проявите уважение. Я понимаю, что вы агрессивно пришли с той проблемой, которая у вас есть. Никита, это не агрессивно. Я же говорю, это боль за отказы. Я понимаю боль. Так почему... У меня тоже есть куча вопросов, которые вызывают, правда, появляется очень много вопросов, когда я о чем-то говорю. Но я себе не позволяю перебивать человека просто так, потому что я этого захотел. Я говорю о том, что есть куча родителей, которые не могут просто, физически не могут, потому что они работают, потому что они хотят обеспечивать свои семьи. И у них тоже есть работы. Они не могут в период, например, с 9 утра или с 8 утра до 6 вечера, не могут они позволить себе нанять няню. У них нет ни бабушки, ни дедушки, которые проследят за ребенком. Но они могут в этот момент, когда появляется такая система, они могут посмотреть, что что-то произошло, не дай бог, их ребенок не пришел в школу. Что случилось, когда они уходили на работу, было все нормально, значит, где-то есть проблемы. И они онлайн реагируют. Не может быть половина земного шара, извините за выражение, дебилов, когда внедряют эту систему. Только мы одни в Молдове умные, в Кишиневе, и мы эту систему внедрять не будем. Назовите страны, где она действует в государственном режиме. Россия. Нет. Вы говорите неправду. В России нет этой системы. В России нет на законодательном уровне этого? Нет электронного дневика, электронного журнала в России нет. Вы, наверное, говорите про Москву и Московскую область. Да при чем? Татарстан, Башкортостан. Подождите, эта система действует и в Молдове. Я вам сказал, есть государственный регистр оценок, экзаменов и всего остального. Вся документация, которая существует в лицеях, вот я вам говорю про минимум три лицея, которые я знаю в городе Казани, в городе Уфа и в городе Москва, которые заполняют все свои документы полностью онлайн. С соответствующим оформлением и соответствующим финансированием. Нет такого понятия элитный лицей. Есть государственная школа и лицей, и есть понятия частные. Нет понятия элитные. Если у нас, я, наверное, что-то не знаю. Для меня школы не делятся на элитные и какие-то второстепенные. Есть система образования, где есть преподаватели, они одинаковые все эти преподаватели для меня, потому что они делают титаническую работу, они выполняют. И они одинаковые, как в лицее, как вы выразились элитным, как и в лицее обычном или в обычной школе. Нет никакой, нельзя сегментировать людей, потому что у кого-то есть возможность подвозить. А я не сегментирую людей. Я сегментирую возможности учебного заведения. Нельзя, нельзя не делить никогда людей на тех людей, которые могут позволить себе привозить на машине ребенка. Смотрите, коллеги, коллеги, я подведу итог. Во-первых, смотрите, мы немножко говорим чуть-чуть о разных областях, но все, что было сегодня сказано здесь, мне кажется, должно прозвучать, ну, таким, если не тревожным звонком, то, во всяком случае, сигналом о внимании к проблемам педагогов, которые сегодня, может быть, не готовы воспринять систему так, как ее подают, а в этой системе, в подаче этой системе показать лучшие возможности для реализации педагогического таланта человека. Вот чем она поможет ему в процессе педагогии. Тогда, мне кажется, вот то, что сегодняшний разговор, это как раз тот сигнал разработчикам обратить внимание, ведь любую идею можно подать по-разному. И если же здесь вы как раз умеете убедить именно таким вот аспектам педагогов, я уверен, что эта система будет обречена на успех. Это первый момент. Второе. Я хотел бы от себя сказать, что есть у меня одно опасение, чтобы эта система не обезличила саму педагогическую деятельность, чтобы все-таки был... Работу с родителями лицо в лицо. Потому что, вот опять же, из своего опыта, так, ребята, коллеги, ваше время вышло, сейчас я говорю. А вот ты берешь телефон и говоришь, приходите сегодня, я с вами хочу поговорить. Нет, вот я знаю пример, когда у меня в четвертом классе сидело там около 40 детей, школы были так наполнены, сидела девочка и никаких успехов не демонстрировал. Но она очень спокойно слушала все, оценки уже иногда даже тройку ставила, просто уже не хотел портить статистику ни себе, ни ребенку. И вот пришел родитель, отец, и говорит, вы знаете, я понимаю, вы загружены, вы не сумели разглядеть в моем ребенке то, за что ее можно, вот этого четыреклассницы, уважать. Ну, обратить внимание, чтобы немножко больше уделить, так сказать, своего педагогического таланта, для того, чтобы вытащить из нее, ну, правильный ответ, либо еще каким-то образом. Я пришел вам помочь. Я говорю, каким образом? Вы понимаете, мы тоже приглядывались, мы видели, что она не такая, как ее сверстники. Мы очень, ну, с женой переживали, долго думали. И вот она нас удивила. Она у нас главный в семье повар. Она так прекрасно делает яичницу. То есть, что меня, чем потрясло мне этот диалог, чем потряс этот диалог? Я понял, что родители, ну, понятно, это их продолжение рода, они должны были это увидеть. Но они это сумели разглядеть в своем ребенке. Они это культивировали, развили в такой кулинарный талант. Четверноклассница шикарно разует всех родственников какими-то там кулинарными изысками. Я немного, я не то чтобы изменил, я, конечно, начал к ней приглядываться. Я и стал помогать, оставаться после школы. Да, это уже личное время. То есть, меня отец подвинул, сподвиг к тому, что вот и моему ребенку дать себя немножко. Сегодня что могу сказать? Молодая женщина, успешная в бизнесе. Понимаете? Да, это в площади. Вот это главное, чтобы любая инновация... Не хочет свое личное время тратить на большинство его. Конечно, потому что это мое личное время. Борис, наше время уже подошло к концу программы. Да, можно я все-таки... Я просто маленький итог свой и позволю вам сказать. Мое переживание связано с тем, чтобы именно эта система не выплеснула, знаете, как не выплеснули из всего этого главного. И выплеснули ребенка. Чтобы, во-первых, безопасность, это здорово. Но знание, это важно. Растить достойного гражданина, это важно. И вот эта система должна соответствовать этим целям. И если это все увидят педагоги, я же говорю еще раз, повторюсь... Они поддержат. Да, они поддержат, и система будет обеспечивать. Можно мне несколько раз, я пользуюсь моментом, обращаюсь и к Никите Цуркану как муниципальному советнику. Заодно я обращаюсь и ко всем его коллегам, муниципальным советникам. Чтобы они больше внимания обратили действительно на реальные проблемы нашей школы и то, что нас, педагогов, действительно волнует. Я когда шел сюда на передачу, я пообщался с двумя директорами, просто по ходу перезвонил и сказал, вот такая тема будет обсуждаться. Я высказываю не свою точку зрения только, я ее высказал, но я высказываю еще мнение двух действующих директоров, тоже с 20-летним педагогическим стажем и административным стажем. То есть, если это будет в общей системе, мы это приветствуем. Но это если дополнительная нагрузка, вы меня извините, учитель сегодня, начинающий учитель получает 3 299 лей. Прожить на эти деньги невозможно. Вот Никита, если вы найдете возможность как в Москве доплачивать нам, педагогам, хоть какую-то часть денег, как вы это делаете по детским садам, мы вам скажем спасибо. Это будет действительно реальная помощь. Теперь вот смотрите, мы занимаемся массой несвойственного для педагога труда. Мы работаем за Министерство социального обеспечения. Слава Богу, только с этого года сняли составление списков малоимущих детей и так далее. Это не наше дело, это не наша функция. Вникать вот все эти вопросы, этим должны заниматься другие структуры. Наше дело учить, обучать. Поэтому я хотел бы, чтобы все правильно понимали функции педагога. Теперь следующая самая страшная вещь есть, которая осталась с советских времен, но вот она просто вообще, я не побоюсь этого слова, дебильная. Это издевательство над педагогами, это издевательство над учителями. Понятие микрорайон. За каждым учебным заведением, за школой, за лицеем закреплена определенная городская территория. И весь сентябрь учителя, молоденькие девочки по 20 лет и пенсионеры по 65 лет обходят этот микрорайон. Замки, коды, пьяные жильцы, наркоманы, угрозы и все остальное. Что мы должны сделать? Мы должны составить список детей до 16 лет, проживающих в этом микрорайоне. И мы встречаемся с тем, что кого-то оскорбляют, кого-то унижают, кому-то. Это не наша функция. Есть ЖЭКи, есть знаменитый регистру. Всем это прекрасно известно. Одна треть квартир вообще закрыта или там живут другие жильцы. И наши педагоги сталкиваются с вещами, которые угрожают и к жизни, и безопасности, и здоровью. Вот это сплошь и рядом. Потом учитель, вы говорите, чем он занимается, да? Потом учитель должен поехать в другую школу после уроков. Взять, а там бумажное подтверждение, перенести его сюда. И потом это все сдается опять в департаменты. Таким образом, чиновники вверху говорят, ой, у нас все охвачены. Когда это неправда и когда это ложь. Обучение. Вот с этой стороны защитите учителя. Снимите несвойственные функции с учителя. Снимите этот микрорайон. Мы не должны этого делать. Теперь следующий вопрос, который я хочу поднять. Вот то, что Никита предлагает, это хорошая, замечательная вещь. Я понимаю, если она будет работать, то есть учитель будет обеспечен компьютером. Учитель будет точно как он обеспечен. Столом, стулом, классом, рабочим местом и так далее. А не стоять в очереди 50 учителей на два компьютера в школе для того, чтобы они заполнили все остальное. У нас много чего интересного. И вы говорите элитные лицеи. Давайте встретимся. Никита, я согласен. Я понимаю, что у нас время эфира не огромное. Можно я договорю о наших проблемах? Вы услышите, просмотрите передачи и будете их решать. Я могу вам предложить просто вот сейчас онлайн момент, когда мы можем с вами встретиться. Не только с вами лично. Можно я вам скажу? Вы не даете мне даже сказать. Вы говорили сейчас 10 минут нон-стоп. Дайте мне сказать. Короче, у вас проблемы учителей не интересуются. Нет, но вы делаете свой вывод. Я вам говорю сейчас о другом. Я говорю, давайте мы соберемся с директорами школ. Собирайтесь. Почему собираетесь? Мы приглашаем как муниципальная фракция партии социалистов. Давайте увидимся. Давайте придем вместе к какому-то общему. Вы расскажете о своих проблемах. Мы не можем. Вы так как не знаете проблемы, например, наши, так мы не можем знать без диалога ваши проблемы. Я вам предлагаю. Давайте мы увидимся. Сделаем широкую площадку. Я за, пожалуйста. Вы скажете о проблемах, которые у вас есть. Что вот раз, два, три, четыре, пять. И мы сможем сказать вам, где мы вам можем помочь. Вы думаете, что мы просто так из ниоткуда узнали о том, что есть проблемы с детскими садами, с нянечками, с работниками культуры и других, ну то есть ведомств, которые приходят к нам на диалог. И мы вместе с ними пытаемся что-то из бюджета, где-то мы понимаем, что эти люди это архиважные люди. Никит, я согласен. Я за это. Займитесь нашими реальными проблемами. А мы не можем поменяться только вами. Не будем больше утомлять телезрителей. Я уверен, вы, Борис, и вы, Никита, услышаны зрителями. И я надеюсь, что и вы друг друга услышали. И эта программа будет иметь продолжение и в качестве других публичных слушаний проблем педагогов. Они нуждаются во внимании представителей власти. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Спасибо. Друзья мои, вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Никита Суркана и педагог, доктор исторических наук Борис Шаповалов. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Субтитры подогнал «Симон»